Наглядное сравнение. Кадры слева сняты до вырубки старых деревьев, кадры справа сегодня. Вроде все как было, но чего-то не хватает. Вид с центральной площади города словно лишился важного элемента. Горожане считают, здание краевой администрации без высоких елок выглядит голым. Да, как-то пустовато стало. Вообще это хорошо, а то они старые такие там были, страшные. Что-то гибнут они, у нас тоже гибнут. Ну, свою выходили вроде. Причем гибнут голубые ели оказалось не только у нас. В самых разных уголках России публикуют аналогичные новости. Благородные деревья, украшения центра любого города болеют, сохнут, умирают. Возможно, дело в экологии. Елки стоят вдоль дорог на оживленных улицах, в облаке выхлопных газов. Может, в городах они вообще не выживают? Не все так однозначно. Эти деревья в центральном парке тоже растут довольно близко от проезжей части. Тем не менее, у них на ветках свеженькая голубая хвоя, и умирать они, похоже, не собираются. В случае с елками у администрации повлияли не только выхлопы машин. Выяснилось, что они переплелись корнями и, по сути, мешали друг другу. Ввиду того, что данные ели в 50-60-е годы были посажены уже заведомо с нарушениями технологий, были высажены слишком близко друг к другу, видимо, надеялись на какой-то естественный отпад, что не все приживутся, но ели выжили все. Мы провели лесопатологическую экспертизу. 57 ели соответствовали категориям состояния усыхающие и свежесухостой. В лесном фонде такие категории подлежат рубке. Новые деревья купили на деньги спонсоров и привезли из Нальчика. Их высота примерно 3 метра. Хотя в питомниках края тоже есть голубые елки, но все они очень юные. Например, этим в Красноярском городском центре озеленения всего 8 лет. Чтобы вырасти до 3 метров, им нужно еще примерно столько же. Однако, чтобы прижились растения из солнечной Кабардино-Балкарии, заботиться о них придется немало. Необходимо их обработать специальным раствором, который отражает солнечные лучи. А если все это будет, то 50 на 50, это точно. Стопроцентной приживаемости голубых елок в современном городе обещать не может никто. Но деревья из Нальчика, по крайней мере, находятся на гарантии. Если какое-то в течение года погибнет, пришлют новое. Мария Антюшева, Александр Ермошенко, Енисей, Новости.